Всем привет! Вы на канале Супер Мама, с вами Марина. Сегодня я расскажу вам о коляске Bumble Ride Speed 2018 года. В коляске произошли очень приятные изменения, которые многие родители ждали. А в первую очередь и самое главное, подросла верхняя дуга капюшона. И теперь капюшон у нас находится, верхняя дуга, на 60 сантиметрах от посадочного места. А ребенок спокойно до 3,5-4 лет у вас здесь будет помещаться и в его голове ничего не будет мешать. Есть бампер, бампер съемный. Здесь вот с двух сторон есть такие кнопочки. Вы их нажимаете и бампер у вас снимается. Он, к сожалению, не поворотно откидной, но достаточно легко сейчас он стал сниматься. В предыдущих моделях немного это сложнее все было. Бампер имеет возможность опускаться. Вот здесь у него есть с внутренней стороны серые кнопочки. Вы их нажимаете и бампер у вас опускается. Эта функция вам пригодится, если вы будете складывать коляску вместе с бампером. Тогда вы опускаете бампер и складываете коляску. На бампере есть съемный чехол. Он на молнии. То есть, если у вас ребенок этот чехол испачкал либо грязными руками, либо он его погрыз, вам не составит труда его снять и постирать. И всегда у вас чехольчик этот будет в чистоте. Достаточно хорошее просторное посадочное место. Вы уже, наверное, успели это заметить. Высота спинки 49 см. Ширина сидения по всему периметру 34 см. Глубина сидения 23 см. И длина подножки 32 см. Еще раз говорю, сидение очень большое. Ребенок примерно даже до 5 лет совершенно спокойно здесь может сидеть, отдыхать. И в то же время вы будете тоже себя чувствовать комфортно. Есть пятиточечные ремни безопасности. Они имеют мягкие плечевые накладочки и вот такую паховую накладочку. Все ремешки разъемные. Растегиваются благодаря нажатию вот здесь на центральную кнопочку. И ремешки можно разъединять. Это облегчает, например, установку на коляску матрасика или зимнего теплого конверта. При желании верхние ремни вы можете вообще снять. Если у вас ребенок уже достаточно взрослый, можете быть спокойны, что он не начнет переваливаться за борт коляски. В принципе, можно верхние ремни снять, оставить только поясничные. Также ремешки имеют возможность регулировки по объему и вот здесь по высоте спинки. Это уже вы выберете непосредственно удобный вариант для вашего малыша. Бампер просто поднимается, если у вас ребенок сидит в коляске. Ну и еще раз говорю, если вы коляску складываете вместе с бампером, его обязательно надо будет вот так опустить. Вот эту вот часть подножки можно заправлять вниз. Если у вас ребенок, например, набегался где-то по сильной грязи и вы беспокоитесь, что он может вам запачкать ножками текстиль коляски, вы просто эту нижнюю часть поддираете. И здесь у вас большая подножка получается из плащевки, которую очень легко протереть и всегда она у вас будет чистая. Также появились вот такие вот надписи. Они выполнены специальной светоотражающей краской и в темное время суток вашу коляску обязательно заметят. Есть хороший, очень большой капюшон. Основные две секции имеют смотровое окошко на магнитиках. Смотровое окошко выполнено из москитной сеточки. Для того, чтобы оно у вас не закрывалось самопроизвольно, здесь есть специальный фиксатор, которым вы можете закрепить его. И также здесь есть вот такая вот еще дополнительная секция, которая вами может быть открыта для того, чтобы ребенка еще лучше защитить от ветра, от солнца, от снега. То есть будете гарантированно знать, что у вас ребенок очень хорошо прикрыт. Капюшон мне очень нравится, он абсолютно бесшумный, как вы можете слышать. Нет никаких щелчков при открывании и закрывании. То есть если у вас ребенок уснул и вы хотите произвести какие-то манипуляции с капюшоном, открыть его или закрыть наоборот, от щелчков капюшона ребенок у вас не проснется. На задней стеночке есть вот такая вот шторка. Она имеет карманчик. В этот карманчик очень удобно положить какие-то мелочи, которые вам необходимо иметь всегда под рукой. Например, телефон, ключи, небольшой кошелек, детскую пустышку, то есть какие-то вот мелкие предметы вы можете положить сюда, закрыть на молнию и быть спокойным, что они у вас никуда не потеряются. Также эта часть может быть просто снята, если она вам не нужна. Это тоже в летнее время года очень удобно, чтобы ничего здесь не болталось лишнего. Можно ее просто снять. Ручка имеет регулировку. Здесь вот по бокам есть кнопки, вы на них нажимаете, и ручка регулируется с очень большим интервалом от 70 до 117 сантиметров. То есть вы можете выбрать достаточно удобное для себя положение. И эту коляску даже маленький ребенок может катать, потому что минимальная высота ручки 70 сантиметров. При всем при этом вы в таком положении можете ее спокойно возить, и на маневренность ее это никак не влияет. Ручка выполнена из резины, достаточно удобный и приятный хват. Она у вас не будет пачкаться, ее достаточно протереть влажной тряпочкой, и она всегда у вас будет чистая, в отличие от ручек, которые выполнены из пенки, такой, знаете, мягкой. Ну и опять-таки она устойчива к разным повреждениям, царапинам, повреждениям ногтями и так далее. Есть вот такой страховочный ремешок. Еще есть звоночек. То есть если вы собираетесь с этой коляской бегать, кататься на роликах, для того, чтобы на вашем пути не возникало препятствий, можно позвонить звоночек при езде на велосипеде. Колеса все надувные. Переднее колесо имеет диаметр 30 см. Задние колеса, как вы уже заметили, очень большие. Они имеют диаметр 40 см. Ширина задней оси получается 62 см. Эта коляска пройдет большинство лифтов. И я думаю, что не будет помехой для того, чтобы пройти где-то по узким коридорам в магазинах или торговых центрах. Переднее колесо имеет возможность фиксации. Фиксируется оно в трех положениях. Значит, сейчас у нас положение полностью вращающееся на 360 градусов. Вот здесь есть такая рычажок. Мы его переводим вперед. И у нас колесико уже получается вот такое подруливающее. Видите? То есть оно полностью не вращается, но оно имеет возможность маневрировать. Это очень удобно, особенно в зимнее время года, для того, чтобы у вас колесо не стопорило, например. Но по сильному снегу или снегокаша спокойно проезжала. И вам не надо было каждый раз ее поднимать с зафиксированным колесом. Вот есть такая возможность подруливания. Либо, если колесо мы выдвигаем вперед, у вас оно фиксируется тогда жестко в направлении прямо. Вот это вот положение, оно как раз актуально, если вы собираетесь бегать с коляской. Потому что, ну, вообще рекомендуется как бы колесо переднее фиксировать. Считается, коляска становится более устойчивая и более безопасна для того, чтобы бегать с ребенком. Так что вот фиксация достаточно легкая. Амортизация здесь имеется на всех колесах. Здесь на переднем колесе. Давайте вот так боком я покажу. Видите? Подпружинивает. Вот это место. И амортизация здесь, на задних колесах, находится вот в этих местах. Тоже она достаточно мягкая. Вот вы можете обратить внимание, как она хорошо продавливается. Поэтому, в принципе, с этой коляской можно уже с самовырождением малыша подружиться и остаться с ней до завершения колясочного периода вашего ребенка. Корзина достаточно большая, объемная. Она находится высоко от земли. К ней удобный доступ. Даже если мы опускаем спинку для отдыха, вот здесь вот, смотрите, есть такой крабик, просто его зажимаете и опускаете вниз, то доступ к корзине все равно остается достаточно хороший. Для того, чтобы вы могли положить какой-то большой объемный пакет с продуктами или с какими-то вещами. Поднять спинку также легко. Здесь есть колечко. Вы одной рукой держите за это колечко, а второй рукой просто подтягиваете крабик вверх. Регулировка здесь плавная. То есть вы своему малышу можете выбрать любой угол наклона. Здесь нет жесткой фиксации каких-то положений спинки. Это очень удобно, потому что некоторые дети любят не слегка облокотиться назад, некоторые побольше. И вот для этого есть такая классная штука, как плавная регулировка спинки. Но вот в полностью лежачем положении она приблизительно на 160 градусов опускается. И, в общем-то, этого вполне достаточно для комфортного сна ребенка. Есть стояночный тормоз. Он фиксирует сразу два задних колеса. Такая вот большая-большая педаль. Достаточно хорошо фиксирует коляску, для того, чтобы она у вас никуда без вас не убежала. Потому что ход у коляски, в общем-то, очень легкий, и она может укатиться даже от сильного ветра. Складывается она достаточно просто. Как я вам уже говорила, для того, чтобы ее сложить вместе с бампером, нам надо опустить сначала бампер. Нажимаем внутри боковой серой кнопки, опускаем бампер. И затем вот здесь вот, тоже серого цвета клавиши, вы их тянете на себя, и от себя опрокидываете колясочку. В сложенном виде она у вас стоит. Вот так вот это выглядит. То есть, если вы храните коляску, например, в квартире, в прихожей, очень удобно ее сложить, поставить угол стеночки, и она никому не будет мешать. Для того, чтобы разложить, мы отжимаем вот здесь вот фиксатор, и просто за ручку поднимаем ее вверх. Очень легко все делается, никаких усилий прилагать не нужно. А еще хочу вам рассказать вот про положение для сна. Когда у вас, например, ребеночек здесь лежит, я вам уже говорила, да, что вот эта шторка, она стационарно не крепится здесь, ее можно убрать. И, например, если сильно жаркая погода, и вам эта шторка не нужна, вот она отстегивается, но здесь остается защита в изголовье, в которую вмонтирована вот такая вот сеточка, для того, чтобы ребеночку здесь была хорошая циркуляция свежего воздуха. А в зимний период, когда вы эту шторку закрепляете здесь, есть вот такие вот на ней кнопочки, и они также крепятся здесь, для того, чтобы она никуда не улетала, и ребенку здесь не дул холодный лицо. Весит коляска 11,5 килограмм вместе с бампером, то есть вес достаточно легкий, очень маневренная, с легким хорошим ходом, приятные бамбуковые ткани, на которых детки не потеют. В летнее время года можно использовать даже без матрасиков каких-либо дополнительных, у вас ребенку здесь будет комфортно. Ну, вот такая вот замечательная коляска, обновленная, с поднятой дугой капюшона, о которой мечтали многие родители. Я надеюсь, что теперь еще больше мам и пап обратят на нее внимание, еще больше деток будут наслаждаться прекрасной амортизацией и хорошим большим посадочным местом. Если вы ищете коляску для спорта, для активного преми-препровождения, для зим снежных, если у вас плохо работают дворники, вот обратите внимание на модель Bumble Ride Speed 2018 года, я ее очень рекомендую, коляска классная. Если мое видео вам понравилось, ставьте лайк, я всегда за них благодарна, подписывайтесь на мой инстаграмм Супермама1513, всем пока, удачи!